Исполнительные законодательные власти республики пытаются доказать Верховному суде, по их мнению, верный метод расчёта заработной платы для педагогов сельской местности и малокомплектных образовательных учреждений республики. При этом указывая, что прокуратура региона, защищающая права педагогов, за основание взяла ошибочный метод расчёта, без учёта поправочных коэффициентов и других нюансов. В данном случае представители прокуратуры ошибочно выбрали материально-правовое обоснование своего административного искового требования. Однако позиция прокуратуры Хакайсии, напомню, заключается в том, что нужно следовать федеральным нормам, в соответствии с которыми для малокомплектных образовательных организаций, расположенных в сельских населённых пунктах, финансовое обеспечение производится независимо от количества обучающихся. В Хакайсии же сложилась обратная ситуация. Отсюда и разница заработной платы, от которой страдают учителя. Длины за счёт стимулирующих выплат, которые должны были получить педагогические работники. И вот отсутствие непрозрачности расчётов для оплаты труда, отсутствие требования о том, что норматив у нас привязан к обучающимся, мы полагаем, что методика в части расчётов норматива обеспечения общего образования на одного обучающегося для сельских, муниципальных, общеобразовательных организаций, она не соответствует требованиям части 4 статьи 99 Федерального законного образования Российской Федерации. После прения сторон суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения. Новый исковое заявление прокурор Республики Хакайсии удовлетворить в части признать несоответствующему иному правому акту, имеющему большую юридическую силу и не действующему со дня вступления решения суда в законную силу, обзад 6 пункта 2, пункты 4 и 6 методики расчёта нормативов обеспечения государственной гарантии реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных, общеобразовательных организациях обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных, общеобразовательных учреждениях, утверждённое постановлением правительства Республики Хакайсии. Отметим, данное решение может быть обжаловано в 5-м апелляционном суде общей юрисдикции. На это у ответчика есть месяц. Константин Аникин, Владислав Воронов, Новости.